Приветствую всех дорогие друзья, с вами Роболус и мы начинаем миссию Лондини. Лондини интересная миссия, мы окражены влаженскими лагерями со всех сторон, по идее нам должно быть достаточно тяжело. Итак, что мы здесь можем? У нас есть ряд торговых маршрутов, которые в принципе с одной стороны должны нас обогатить, с другой стороны должны помочь нам как-то продержаться на плаву. Нам действительно будет тяжело. Так, давайте посмотрим цена ресурсов, какая у нас будет. В городе финансовая ситуация в городе, значительная роль, как мрамор мы продаем по 50, одежду по 56, наград по 24, покупаем оливковое масло по 65. Ну, в принципе, самое дешевое, что есть у нас из роскоши, это янтарь. Ну что ж, попробуем построить счастливое общество на этом месте. Так, как бы, как бы его разместить? Кстати, какие у нас там требования финансовые? Город финансовая ситуация. Пустижение, укрепление к 30, безопасность ради доносостояния нашего города. 45. Ну, в данном случае я считаю, что у нас не такие большие проблемы здесь. Все это реально выстроить, все реально заполучить. Давайте тогда начнем строительство первого селения. Так, есть контакт. Что ж, несколько таких районов позволят нам сколотить основу нашей промышленности и в дальнейшем развиваться и процветать. Давайте пока запустим время наше. Пусть люди потихоньку набегут. Отлично. Первый рабочий район создан. Значит, мы уже на полпути победе. Так, что теперь? Второй район надо будет создать. Где-то, где-то, где-то вот здесь мы это будем делать. Так, вот здесь построим фонтан. И второй район пошел. Так, 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 так. Что ж, отлично. Создали мы два района. Обязательно сюда придет толпа людей. Все у нас получится. Но, помимо этого, мы сделаем сейчас культ поклонения. Так, необходимы нам. Начнем с самых простых зданий. Потом будем строить большие храмы, я думаю, поскольку здесь у нас есть уже залежи необходимых минералов. Так, давайте мы поставим рынок и базар. И аналогично поставим рынок и базар. Базар немножко переборщил. Так, что у нас тут? Просто мультэрер тоже будет. Так, ну хорошо. Здесь, в принципе, мы определились. Элиту пока не будем строить. Нам хотя бы выжить для начала. Аж после заниматься какими-то элитами. Так, здесь мы поставим две житницы. Ну, как обычно, одна зерна, вторая овощи. Так, что мы здесь будем производить? Овчарни у нас будут. Давайте, наверное, у нас с одежды поставим склад. И с шерстью. Так, здесь у нас будет шерсть, а здесь одежда. Так, плюс ко всему к этому нам нужна ферма. Поехали. Зерновых ферм, наверное, мы поставим. Пусть даже шесть штук будет. В принципе, приемлемо. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, есть наши поля, луга и города. Так, есть, теперь овощное поле. Так, есть, теперь овощная фирма. Ну что ж, будет нам чего поесть. Здесь, я думаю, мы себя обеспечили. Теперь нам нужны овчарни. Так, пять штук таких овчар у нас будет. Так, есть, теперь овощная фирма. Так, есть контакт. Скотный двор, в принципе, нужен. Но пока не будем заниматься. В принципе, приемлемо. Здесь, наверное, будет зайти в небольшой док, разбогатеть. А уж после, наверное, идти на какие-то прочие авантюры. Давайте, наверное, здесь склад с керамикой поставим еще. Лишним не будет, во всяком случае. Так, добытчики глины. Так, добытчики глины. Так, решили, что есть. Ну что, надо торговлю также где-то сразу же поднять. Так, давайте будем торговать одеждой. Так, что касается одного назначения. Здесь у нас есть возможность торговать шерстью. Мы ее уменьшим себе. У нас склад шерстью будет здесь находиться. Так, а здесь чем-то другим забьем, скажем. Одежда у нас есть. Оливковая керамика есть. Что у нас тут еще может быть? Пусть у нас здесь будет, будет, будет. Кутварь и вино. Пригодится со временем. Так, отлично. Давайте, давайте, давайте. Теперь будем продавать. Продавать мы будем одежду. Так, ткацкие мастерские. Продолжение следует. Префектура Инженерный пост Нам понадобится Плюс Дабы как следует Начать зарабатывать Нам нужно будет сразу начать Производить оружие Также станет Сейчас у нас в приоритетах Отлично Конечно в док мы сейчас залезем Колоссальный Сколько у нас там 24 единицы оружия не более Хотя даже мы сможем еще находиться Ну что Теперь надо заняться Собственно производством Этого оружия Ну давайте пусть люди набегут Стоп-стоп-стоп Разобрались мы более-менее Запускаем производство По идее сейчас набежит людей Мы в принципе сумеем Сагитировать Достаточное количество людей Так стоп Давайте мы тогда Отключит Некоторые возможности По производству Одежды Керамики Так, всё, возвращаем. Отлично, вернули эту возможность. Теперь нам нужно как-то разобраться с добычей железа. Нам его много потребуется. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь мы сейчас поставим всё необходимое. Инженерный пост. Железа нам потребуется в большом количестве. Это однозначно. Так, теперь мы построим, построим, построим где-нибудь вот здесь, наверное, склад. С железом. И, наверное, отдельные склады построим для орудия. Сейчас у нас будет два склада под оружием. Один будет направлен на доспехи, второй на оружие. Также здесь поставим ещё один склад, который будет посвящён древесине. Так, хорошо. Дрова будут добываться. Так, в принципе, уже даже не волнует. Так, ну что ж, братцы, давайте попробуем запустим машину нашу военную. Так, кузница. Пусть у нас будет четыре кузницы. Ну и, наверное, четыре оружейных мастерских. Так, плюс у нас мрамор должен добываться. Пересурсным пригодится. Так, где у нас тут добычки на мраморке? Ой, есть, отлично. Так, ну будем здесь продавать мрамор в достаточном количестве. Так, ну давайте, наверное, ещё и добывать его будем. Вообще всё будет хорошо. Добытчики, длинный лагерь каменоводный. Так, ну всё, поехали. Попробуем как-то выжить в этих условиях. Попробуй. Попробуй Да, работников нам явно не хватило. Да, тяжелая у нас будет раскачка. Нам придется достаточно тяжело, в плане того, что нам не хватает работников, нам нужно дожить как-то до момента, когда мы начнем производить продукты. Кстати, по воде мы, правда, ничего не сделали. Так, цистерна у нас есть, и акведуки здесь должна быть. Так, водокачка. Так, возьмем одно здание и снесем. Ради таких вещей можно пожертвовать, конечно, одним зданием. Забыли мы о медицине. А болезни о нас не забывают. Привикательность теперь нас не встроит. Ну, вот капризные у нас люди какие. Поприезжали непонятно откуда и хотят еще каких-то удобств. Прямо как в жизни. Ну, что-то совсем плохо. Давайте, наверное, отключим некоторые утрасли промышленности на шее. Прямо как в жизни. Линия продолжает возрастать. Ну что, давайте начнём производить всё. Ну всё, на какое-то время, в принципе, нам хватит, мы выкарабкаемся, но что будет дальше, пока не понятно. Так, мы продали немножко ресурсов. Важно отличить овощ от сорняка. Что, сейчас население будет расти, у нас много будет товаров. Так, ну хоть что-то начало производиться. Да, есть такое у нас дело. Так, религия у нас, в принципе, имеет тоже богословение. Со стороны божеств. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АРМИЯ МУЗЫКА Ну долги потихоньку наши сокращаются, так от Экспета мы имели определенный бонус вот так, дела империи, вот это вот наша ахиллесовая пята пока что. Что ж, продажа оружия тоже вместе с доспехами должна начать свои обороты. Так, отлично, что у нас там с Экспета, за один раз продали энное количество монет. Четыре с половиной тысячи долгов, но как только выберемся сразу перейдем к созданию армии. Так, что у нас там и есть, вы можете сделать с такими моментами. Ахиллесовая пята, за один раз продал, что еще не был красив. Как раз. таком количестве нам больше не понадобится мрамор в принципе маленький спрос на него в принципе не мастерский Так, заброс на солдат. Ну, веселье по сути только начинается. Так, что с оружием мы продали практически. Ну, не все, конечно, какое мы могли, но много уже продали оружием. Так, запрощать все лишнее. Так, взяла империя, но пришла пора еще раз повысить популярность нашу. Так, процент, нам требуется гораздо больше обчара. Так, что будем добавлять к производству. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, что касается импорта, точнее экспорта улитания, мы в принципе поставили на сколько могли. Оружие теперь обращается, нам нужно завершить создание первым ашу легионом. Так, 777 есть. Субтитры создавал DimaTorzok Но опять же мы не сумеем оказать сопротивление, а просто отправлять войска не хотелось бы. Так, давайте уже добьем наконец-то создание этой стены. Отлично. Во всяком случае, просто так нас уже не сумеют захватить. Так, что у нас там с мрамором? Много мрамора нам не нужно. Так, я смотрю, у нас не хватает доспехов. Так, давайте оружие на мастерской. Так, давайте оружие на мастерской. Так, давайте городу пожертвуем еще больше. Ну что, легион на легион. По-моему, нашлось какой-то будет расти. Так. 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 Не знаю, откуда враг будет нападать на нас Ну, может быть, и к лучшему, что мы не знаем Сейчас будем устраивать более эффективную Бронительную линию Так, дела империи Благоволение 31, плохо, конечно, что 31 Так Еще, 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 еще Должна быть хорошая возможность строительства Операционских всевозможных развлечений и зданий Давайте попробуем их сейчас развести Сюда же будет поднять хотя бы один район До максимального уровня развития Должна быть хорошая возможность строительства Так, по-видимому, мы только что подали партию оружия Так, делается все, мы поставим здесь Сейчас мы закроем, берем мастерские И добавим Дровосиков немножко Я думаю, сразу выполним Так, мы потихоньку начинаем набор новых пульсов Надеюсь, этот набор будет успешным Надеюсь, этот набор будет успешным Три веселька Три веселька Так, ну что ж, у нас это как низко прилетать вместе с районом Давайте же поднимем. Так, потом что нам нужно? Нам лечебница нужна. Так, терема нам нужна. 100%. Потом лечебница нам нужна. Мы религиозные культы тоже будем сейчас выстраивать. Храм Юпитера, допустим. Так, ну давайте еще, наверное, построим арену. Или нет, театр. Так, второй легион комплектован, давайте третий. Что тут можно предприменить? Так, древесину прислать вообще не проблема, военная помощь. Ну да, пока еще мы не способны оказать достойной помощи. Но ничего, пройдет время. Я думаю, придут и новые силы, с которыми мы сумеем справиться с противником. Все граждане хотят жить хорошо, некоторые хотят сперва пострадать. Аж после заселяться в эти районы. Ну, не беда. Главное, чтобы все-таки граждане заехали, ибо без среднего класса нам здесь неинтересно будет играть. Так, кто наше население? Пожалуй, у него всадником изменим, и максимально. Так, забери запрос на ВСК. Мало у нас еще. Посмотрите, просто пачками народ забегает. Вот это вот желание служить. Здесь мы немножко поменяем нашу границу. Так, стены мы возьмем, да и перенесем вот сюда. Так, что у нас теперь по тяжелой пехоте равные силы? Неправильно. У нас должно быть преимущество. Мрамор от нас стрибует. Эх, 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 ладно, будет мрамор. Так, заполнил у нас еще одно. Так, ну давайте, наверное, действительно будем приносить границы наши. Во-первых, поставим тяжелую пехоту еще вот здесь. Во-вторых, поставим, наверное, стены где-то здесь. Пусть они нас оберегают. Так, ну что, посмотрим. Запрос на мрамор, мы удовлетворим это на равные силы. Хорошо, подождем еще. Пусть наберется у меня еще одна бригада. И после этого уже будем на равных воевать с противником. Что достижение империи? Пока что у нас они сильно большие. Вполне возможно, что мы успеем окомплектовать все-таки и это войско. И у нас получится разбить противника на поле боя. Что у нас там? Восьми месяцев еще есть. Равные шансы. Не нравится мне такое понятие, как равные шансы. Значит, что мы реально можем проиграть. Стоп. Так, отлично. Все, создаем еще один отряд. Ну все, по идее, сейчас сил у нас должно стать действительно много. Так, пять месяцев. Высокая. Ладно, поехали. Так, с мрамором тоже справились. Что касается мрамора, он нам больше не нужен в таком количестве. Да, но с термами не сравнится. Ну ничего, как только наши войска добудут победу, нам будет немножко легче. Так, что у нас тут есть? В принципе, все облагается налогами. Не будем менять налоговую политику. Но нам нужно какой-то брать экзотический товар. А что у нас самое дешевое по этим экзотическим товарам? Это, это, это янтарь. Давайте его будем покупать хотя бы в каких-то минимальных количествах. Так, здесь у нас будет находиться купеческий базар. А здесь у нас будет находиться склад. Для этих экзотических товаров. Так, все будем принимать понемножку. Давайте школу гладиаторов еще поставим. И арену. Ну, хига себе, наше войско все могли разгромить. Не дам. Самое интересное, что я считал это практически невозможным. Но надо было дождаться все-таки еще один отряд. Насобирать. Ну, мы будем ждать. Пусть идет полная комплектация нашей армии. Так, что у нас платила на империи? В принципе, еще жить можно. Оператор нас пока еще не уничтожает. Так, здесь я отправил в игре. Так, братцы, братцы, братцы. Давайте еще покупать не только янтарь. Два экзотических товара мы можем позволить себе. Так, по финансам. Достижение процветания у нас уже есть. Культуру сделаем. Безопасность тоже поднимем. Ну, все. Мы практически в шаге находимся. Победа давайте. Добавим. Ну, да. Мне нужно знать только одно. Где враг? Если наши бойцы вернулись, мы сделаем повторную комплектацию всех наших войск. Стоп, враг еще смеет собирать войска у наших границ. Это интересно. Так, инженерный пост есть. И здесь инженерный пост тоже есть. Инженерный пост и, наверное, префекта. Мы поставим немножко. Пусть префекта будет возле каждого выхода. Нам нужно будет оказать противнику малейшее сопротивление. В случае нападения. Так, префекты есть. Есть, есть. Ну, давайте попробуем. Запросов от Цезаря у нас никаких нет. Ну, не факт, что они не появятся в ближайший момент. Так, тяжелая прихода. Будем действовать следующим образом. Так, ну, давайте поставим, наверное, на здание префекта. Здесь, если противник подойдет, хотя бы будем знать, где он будет атакован. Так, заново у нас пояс, это улучшить. Должно, вот так на стороне. Так, ну, хорошо, вилы будут приносить тоже немножечко больше денег. Так, что у нас там по финансам? Налоги с продаж приносят относительно хорошую прибыль. Налог на недвижимость тоже будет давать свои плоды. Налоги с продаж прибыль. Налоги с продаж прибыль. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а давайте мы возьмем, да и пожертвуем городу Кивиц или сколько там сотен золотых. Продолжение следует... Так, что у нас по достижениям? Цветание есть, культура есть, благоволение нам осталось и безопасность подняться. Так, давайте религию посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! В принципе, если у нас много денег, мы можем еще кое-как развлечься, возьмем да и построим дополнительные башни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, можем еще тяжелой пехоты добросить. Город у нас до зубов вооружен. Так, да пофиг, кто там пытается на нас напасть, если честно. У нас такие силы, что нам, в принципе, нечего касаться. Да если противника попытаются напасть, то толку от этого не будет абсолютно никакого. Продолжение следует... Продолжение следует... Противник явно решил пошутить, напав на нас. Славен не я, но Рим! Сегодня хороший день для смерти! Боль! Это просто боль, покидающее тело! Мы проводим почти весь день на ногах! 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 Сегодня хороший день для смерти! Мы проводим почти весь день на ногах! Ну что мы проходим? Как начинаются стражения? Это не просто работа, это еще и приключение. Было полегче. Пожалуй, относительно легко перебирать. Пожалуй, относительно легко перебирать. Так, ну что ж, отлично, кажется, мы перебили большую часть силы противника. Но и тоже. В армию идут служить не только психи, но им отдается предпочтение. Вчера было полегче. Что ж, отлично. Все практически наши силы, без слишком больших потерь, завершили данные схожи. Сегодня хороший день для смерти. Что в поле, что на плацу одно и то же. Да, но с термами не сравнится. Так, что у нас по достижениям? Безопасность. Нас единственное, что беспокоит. Так, давайте перефекта поставим побольше по городу. Я зовут Гаймари. Я и один в поле воин. Если боги обрушат свой гнев на город, что мне делать? Арестовать их? Отлично. à записывай, знаменитый. CAPITE, Гугли! Так, хорошо, начало нового года. Для тех патроскопов видит панеллотизированный леотек. Так, ну всё, последний век наш это безопасность, только решаем проблемы с безопасностью. Так, отправляем силы на войну. Служить не только психи, но им отдаётся предпочтение. Вот есть занятость финансово. А не намешало им отгребья. Может кто-то поднять в уровне безопасности. Если у нас уже храма Юпитера, то конечно же не будет, Если у нас уже храма Юпитера, то конечно же не будет. Он будет находиться во всех уголках наших живых массивов. Но опять же, в шаге находимся на уходе. Победы, но этой победы не достигаем пока что. Так, какие у нас преступления могли совершаться? И до нас преступления в везде находятся. Так, отлично. Преступники исчезли за одну ночь. А нам нужно как-то всё-таки безопасность нашу поднять. Так, а что мы приносим в эти здания до трёх тысяч? Отлично. Так, ну что, безопасность, наверное, начала расти. Так, изменим жаловню доте. Подправим дарию. Так, пожертвуем городу. Скажем, 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 скажем. Тысячу золотых. Ну всё, как видите, безопасность начинает процветать. Благодаря Юпитеру у нас всё практически сложится. Так, что у нас нужно по безопасности 50 единиц набрать. Всё, остается наблюдать за городом. Городом, который мы выстроили, который мы выстрадали. Так, у нас безопасность 8, а нам безопасность 2 и все. Академия, программа запускули проведения. К instratus погибл earned 6 фаза. Академия Что наша безопасность? 15 единиц, отлично. Так, тут уже есть, и где Питер у нас может быть. Так, ну я думаю, мы в скором времени это увидим. Опять же, смысла больше не вижу развивать город. Вот все, что нам нужно, всего лишь заполучить один параметр. 50 безопасности, для нас это небольшая проблема. Да. 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 Так, половину безопасности мы уже собрали. И остаются сущие пустяки. Жду не дождусь этого момента, когда наконец-то у нас будет победа. Да, вообще, с одной стороны, не такая легкая модель экономии Керима. Ну и если оно понятно, то в принципе можно достаточно легко справляться со всеми тренойскими. так, что наша безопасность продолжает влажать, кстати. Настойте набрать 18 единиц. 17. Смотрите, какие довольные лица у наших граждан. Большое жалование, низкие налоги. Что еще нужно для хорошей жизни в этом городе? Тоже самое с всадниками. Тоже самое с всадниками. Да, 37 единиц у нас безопасности. Да, все-таки мы здесь выстрелили огромное войско. Неодоброго армия, скорее всего, его не победить. Учитывая, что мы еще находимся за стенами. Так что Горост у нас практически не уязвим для любых противников. Интересно, что противники могут перелазить за стенами, но и это нас не может испугать. И это уже по планам греоной безопасности, остальные параметры уже не играют особого значения. Так, Горим, так Горим сразу. Противление Рима сразу до 60 поднялось. А также у нас есть преимущества в бюджете в размере 6000. Так что у нас по финансам? Отличная ситуация у нас по финансам. Мы полностью удалить вариант потребностей наших заказчиков. И остается у нас всего лишь 2 единицы до победы в этой игре. На дно и по идее сейчас должна быть победа. Имя твое и деяния вошли в легенды, наместник. Республика купается в лучах твоей славы и величия. Сенаторы даже опасаются, что грядут времена единоличного правления. Но все впереди. А пока Рим склонился перед твоей властью. Ну что ж, друзья, как видите, мы прошли все миссии республиканской кампании. Все 14 миссий, которые здесь существуют. И будем в дальнейшем проходить имперскую кампанию. Благодарю всех за внимание. С вами был Робулус. И до скорого!